Детское радио представляет Железнодорожный детектив Или приключения сыщика Симафорыча Дело номер 32 Спортивный интерес Шерлок Симафорыч, доброе утро Доброе утро, Стрелка Симановна Готовьтесь, сейчас я вам буду фото показывать Что, опять котиков? Ох, если бы, но все по порядку Иду на работу, вижу издали на опоре металлической Ну, рядом с путями железнодорожными около нашей станции Какая-то фигура, довольно высоко забралась Фигура, значит, что-то ремонтируют, думаю Ну и иду себе дальше, но как-то неспокойно на душе Так, так Так я и звоню в диспетчерскую, ну и спрашиваю, мол, ремонтируете? А они мне, нет, никого не посылали Я обратно к опоре-то и рванула Безобразие какое Хм, кто-то просто залез? И я о том же подумала Но когда вернулась, уже не было никого Только следы на снегу И вот тут самое загадочное Смотрите, я фото сделала Вот следы идут к опоре, видите? А обратно следов нет И на опоре никого нет Куда он подевался? Ну, это несложно Видите, с той стороны опоры забор А за забор обычно снег скидывают, когда чистят Там сугроб Думаю, тот, кого вы видели Подошел к опоре Залез и прыгнул с нее в этот сугроб И что теперь делать? Как его искать? Идите туда и поищите следы с другой стороны забора Судя по следам и ширине шага, это мальчик лет девяти или около того Ребенок, лазающий по опорам около железной дороги Это очень опасно Шеф, докладываю Улик никаких, кроме одной Но и она вряд ли чем-то нам поможет В общем, когда этот неизвестный прыгал в сугроб А вы тут были правы Следы это доказывают Видать, зацепился за что-то и потерял бирку Какую бирку? От куртки? Как называется фирма? Вот, смотрите Рон Грей Да, еще странность одна Шапка Шапка? Это уже что-то Что за шапка? Странная Нашла свидетеля и он видел Вроде шапка зимняя Но без ушей и вся огненно-рыжая Хм, дайте-ка посмотрю бирку Что-то вырисовывается? Есть подозреваемые? А вот вы это сейчас и выясните Отправляйтесь-ка вы, Стрелка Семеновна, в школу И найдите ученика третьего или четвертого класса по имени Сергей И, что особенно важно, скобной рыжих волос Железнодорожный детектив Или приключения сыщика Симафорыча Шерлок Симафорыч, докладываю В школе была, нарушителя нашла Сережа Барков, девять лет, четвертый Д Рыжий, конопатый Поспорили они с приятелем, что он прыгнет в сугроб с металлической опоры Прыгнул курткой и зацепился Надеюсь, вы ему подробно рассказали, что он натворил Все-все ему выдала О проводах под напряжением О высоте О том, что рядом пути железнодорожные Да, похоже, он и сам испугался Шутка ли? Но теперь ваша очередь рассказывать Как это вы, сидя в кабинете, преступника вычислили? Элементарно, коллега Выбирку нашли с надписью «Рон Грей» Но фирмы такой не существует А если предположить, что это не название фирмы, а прозвище ее владельца Ну, бывают у детей нашивки с именами, чтоб не потеряли, так? Так ни про Рыжего, ни про Сережу тут не написано Вот И тут вы мне сами подсказали решение Я? А, ну да, я подсказала Но что я подсказала? А, шапка — это не шапка, а волосы Именно Дальше чистая логика Грей — это по-английски серый Так часто мальчишек по имени Сергей называют А Рон — это персонаж известный, волшебник И, как вы понимаете Рыжий! Ну, конечно! Рон Грей — это прозвище, как бы, рыжий-серый Действительно элементарно! Гениально, Шерлок Симафорыч Гениально Железнодорожный детектив Или приключения Сыщика Симафорыча Продолжение следует